Всем привет! Сегодня мы с вами побываем в новом для меня месте, в Мега Хэнди. Я никогда там не была. У нас в городе есть несколько магазинов, но они находятся очень далеко от того места, где я живу, поэтому я никогда не заглядывала. Хотя многие из вас, я думаю, знают эту сеть секонд-хендов. Выбрала себе несколько вещей. На самом деле, интересно было узнать, что здесь есть сумки, потому что в Мода Макс и в одежды из Европы сумок очень мало, и они такие все очень простые. Вещей на самом деле здесь было много, и я заметила то, что в этом секонд-хенде, скорее всего, привозят вещи из Дермании и из соседних стран, потому что ассортимент именно брендов отличается от других наших секонд-хендов. Пишите в комментариях, как вам эта сеть секонд-хендов, и начнем наш обзор. Первым мне попался вот такой бархатный зеленый пиджак от немецкой компании Peterhan. Она была основана супружеской парой в 60-х годах и занималась сначала только женской одеждой. Из натуральных материалов они делали все свои коллекции. Потом, конечно, компания стала расширяться, но они до сих пор используют хорошие материалы для своих вещей. Очень часто у них можно встретить натуральные ткани, такие как шелк, шерсть, кашемир. Мне пиджак понравился, но на меня он, к сожалению, был велик, и такой зеленый цвет это очень яркая вещь, которую нужно уметь сочетать. Следующая моя находка, которую я забрала, это брюки из тонкой, тончайшей просто шерсти от компании какой-то. Если честно, я ее не нашла, но они были сделаны супер качественно и просто шикарно. Я их буду ушивать, здесь я их держу сзади, чтобы показать вам примерно, как я хочу, чтобы они на мне сидели. Качество у них просто отличное, поэтому я взяла их, чтобы ушить. И даже такая дорогая цена, как где-то 9-10 долларов они стоили примерно, меня не испугало, потому что буду носить, я их думаю, очень долго. От компании Page был еще вот такой коричневый топ. Он был из шелка, в составе шелка. Интересная текстура была у него. Стоил он, в принципе, не очень дорого, где-то 4 доллара приблизительно. Такая тоже бархатная у него текстура и сверху прозрачный шелк. Интересная была вещь, но у меня она была большая, поэтому не стала ее мерить. Хотела еще сказать, что в этом магазине цены все-таки в день завоза очень высокие. Не зря у них со следующего дня уже начинаются скидки. От британского бренда Jigsaw он существует с 1972 года, но коллектив дизайнеров у них работает в Австралии. У них всегда тоже очень хорошие ткани, интересные коллекции. Вот эти брюки Палаццо в красивом таком цвете морском. Мне, к сожалению, были очень длинные, но мне они очень понравились. Еще нашла вот такие бежевые брюки на резинке сверху. Но, если честно, брюки на резинке я не очень люблю. Они, конечно, хорошо садятся по талии, но мне не нравится, как они смотрятся спереди, так как они собираются постоянно. И сзади тоже они так собираются некрасиво очень. И юбки тоже на резинке я, поэтому не очень люблю. Поэтому оставила их в магазине. От нидерландской компании MEX, которая была основана в 1970 году, на самом деле иммигрантом из Индии, Ротаном Чатхой. Я не знаю, как правильно его произносить. Сначала они создавали мужскую и женскую одежду, импортировали из Азии какие-то вещи, но потом создали общий какой-то свой бренд. И сейчас, мне кажется, он процветает. Нашла брюки, но они мне были большие, поэтому не стала их примерять. От немецкой компании Hesnatur. Я вам уже про нее рассказывала. Оставлю подсказку сверху, чтобы вы могли посмотреть это видео. Эта компания, на самом деле, довольно дорогая. Довольно дорогие у них вещи. Они производят вещи из шерсти и из других натуральных тканей. У них вещи могут доходить до 300 долларов за кофту. Но эта вещь была немножко растянута, мне показалось. Уже, наверное, отжила свое. Но интересно было встретить этот бренд. Он не встречается только второй раз. Еще нашла вот такой голубой кашемировый шарфик. Я его, естественно, забрала. Он был в отличном состоянии. Вы заметите, что в этом магазине действительно очень много немецких брендов. В отличие от той же Modemax и одежды из Европы. Пишите, в какую сеть секонд-хендов вам больше всего нравится ходить в вашем городе. И какие вообще в городе у вас есть сети секонд-хендов. Будет интересно почитать мне очень. Я нашла еще вот такие спортивные шорты. Но они тоже мне оказались в видеки. Хотя я ищу что-нибудь такое. Хочу начать заниматься растяжкой. И просто не в спортивном зале, а дома. Хотела найти что-нибудь, в чем можно было бы заниматься. Но эти мне велики. Поэтому остались в магазине. От компании Lacoste. Это оригинальная вещь. Нашла вот такое длинное поло. Лонгслив. Белое. Оно очень простое, но из очень хорошего материала. Из хлопка. Хлопок такой качественный, плотный. Стоило оно, конечно, довольно дорого. Это где-то 11-12 долларов. И по размеру мне было большое. Поэтому осталось в магазине. Если бы было немножко поменьше, я бы его, конечно, забрала. Потому что качество супер. Американский бренд Calvin Klein был основан в 68 году в Нью-Йорке модельером Кельвином Кляйном и его другом детства Барри Шварцем. Они выпускали джинсы, белье. Сейчас они, на самом деле, известны больше своими парфюмами, бельем, такой спортивной одеждой, домашней одеждой. У них очень простые, но иногда бывают качественные вещи. Иногда, конечно, из полиэстера, но бывают хорошие вещи. Платье не стало мель, так как оно мне было тоже большое, не моего размера. Но просто хотелось вам показать, что встречается, какие бренды в секонд-хенда бывают. Самая моя классная находка, наверное, в этот день, это вот такой зеленый шелковый халат. Он был из стопроцентного шелка. Я здесь пытаюсь вам показать цвет, потому что в этой кабинке почему-то в примерочной свет так падал, что все засвечивало, невозможно вообще было ничего снять. Потом я поменяла кабинку и уже метила вещи в другой кабинке, там свет был лучше. Этот халат просто супер, он был в идеальном состоянии, на нем не было ни пятен, ни дырочек, ничего. Просто шикарная вещь. Я давно себе хотела что-нибудь из шелка. И в магазинах секонд-хенд редко попадаются такие вещи шелковые. Я просто была в восторге и очень рада, что его нашла. Находили ли вы что-то шелковое и вообще берете вы какие-то домашние вещи в секонд-хенде? Или только одежду и верхнюю одежду? Поделитесь со мной своим мнением и ставьте лайки, если вам нравится это видео и подписывайтесь на канал, мне будет очень-очень приятно, если вам интересна эта тема. Нашла еще другой халат, тоже шелковый, они висели рядом, другого цвета, такого лавандового, но, к сожалению, на нем внизу были пятна. И он был размера побольше и на меня не сел, потому что вот эти завязочки, которые должны быть на поясе, они были ниже моей линии талии и смотрелось это не очень. Плюс пятна, я думаю, я бы не смогла отстирать, поэтому оставила его в магазине. Возможно, кто-то на слитке его бы взял и, возможно, пятна, конечно, отстирались бы. Но я думаю, что кто-то так и сделает и попробует справиться с этим дефектом. Я была очень рада этой находке. В другой день я еще раз зашла в магазин Megahand на другой завоз. Там было очень много интересных тоже брендов, кашемировых вещей. Вот этот кардиган мне очень понравился. У него очень классные пуговицы, такие интересные, металлические. Были и Луиза Чирана, очень классные вещи. Но они по размеру мне не подходили, поэтому я их не брала с собой в примерочную. И на самом деле на этом завозе все вещи были примерно от 10 до 15 долларов. Мне кажется, это очень много. Но кое-что я все-таки с собой забрала из этого магазина тоже. Вот не знаю, в магазине Megahand убирают ли вещи на слитках. Если нет, то тогда действительно, мне кажется, туда имеет смысл прийти в последний, предпоследний день на какие-то большие слитки 70-60-80% и поискать какие-то вещи, которые вам понравились. Я думаю, в следующий раз я так и сделаю и тоже сниму для вас видео. Нашла шерстяной свитер от Madame Madeline, но мне не очень понравился его крой. И вот такой от Uniqlo тоже из шерсти. Но он, мне кажется, очень сливался с моим цветом кожи и как-то не подходил мне. Поэтому тоже его оставила в магазине и стоил он где-то 12 долларов. Мне показалось, это очень много. В Moda Max свитер от Uniqlo я покупала где-то за 3-4 доллара, поэтому это большая разница на самом деле. От компании Just Woman была вот такая футболка. Она была с примесью шерсти Кашемира, но там был и полиамид. И тоже стоила она довольно дорого. На самом деле цены меня как-то неприятно удивили, можно так сказать. 28 рублей это где-то, наверное, 13 долларов. Для футболки это очень много. И на самом деле в этом магазине вещи как-то, неважно, плейстер они или шерсть, или шелк, они стоят примерно одинаково. Примерно вот где-то от 10 до 15 долларов. Была еще вот такая классная темно-синяя водолазка. Тоже из Кашемира. Она мне очень понравилась. Но тоже стоила дороговато. 30 рублей это где-то 14 долларов. Мне показалось, это много, поэтому тоже ее оставила, к сожалению. Хотя она была очень качественная и мне понравилась. От компании Wool Lovers была вот такая жилетка из шерсти. На ней не было второй биртли, но что это шерсть была и так понятно. Но мне она оказалась тоже велика, к сожалению. Плюс красный цвет все-таки такой очень яркий. Я хотела бы что-то более нейтральных цветов найти. От Five Dream Atelier фирмы была еще вот такая кофточка с надписью Love. Тоже хорошенькая, но, к сожалению, тоже была небольшая. Хотя я думала, может быть, она сядет на меня хорошо, но оказалась велика. К сожалению, она была из шерсти Кашемира. Очень мягкая, очень свободная. Но мне кажется, все-таки слишком оверсайз она на мне смотрится. Еще хотела попросить написать вас в комментариях, какие бы, может быть, другие форматы видео вы хотели бы видеть на моем канале. Нравится ли вам вот такой формат, как я сейчас снимаю? Или можно было бы что-то изменить? От бельгийско-голландско-немецкой компании нашла вот такой свитер тоже из шерсти. Мне понравился его крой. Такой цельно скройный, утолщенный рукав. И полоски очень были классные с разных сторон. Разные, асимметричные. Интересная была вещь, тоже хорошая. Мне она очень понравилась. И когда я была в Бельгии раньше, очень часто, я очень часто видела эту сеть. Там многие ходят в одежде этого бренда. Это у них считается как масс-маркет, но хороший такой масс-маркет. Попалась мне еще вот такая классная шелковая ночнушка, бежевая. Мне понравилась ее вышивка. Вот это кружево сверху, очень красивое в цветочке. Сама она была в горошек. Но, к сожалению, она мне была большая, поэтому на себе не покажу. Но качество у нее было классное. И никаких изъянов я на ней тоже не нашла. От линейки Канда, той же компании C&A, бельгийско-голландской, нашла вот такое платье из шерсти. Мне понравились пуговицы. Они были шикарные, такие нежные, красивые. Напоминали немножко пуговицы из 18-19 века. Очень красивое платье, но оно тоже было дорогое. Я думаю, возможно, на следующей неделе зайти снова в этот магазин, съездить и посмотреть. Если что-то останется из тех вещей, которые мне понравились, я их заберу. От компании Hyukaboss попалась мне в такое интересное платье. Оранжево-голубо-синее. Оно было в составе совсем чуть-чуть шелком. Были интересные у него рукава. И сам дизайн очень интересный. Но оно, к сожалению, оказалось мне тоже большое. Расскажу немножко про эту компанию. Она была основана в 23-м году в Германии. Молодым немецким партнерам. Но, к сожалению, в 30-х годах и дальше на компании было такое пятно, к сожалению, на репутации компании. Потому что они шили военную одежду для фашистских солдат. И, к сожалению, только после смерти Hyukaboss компания снова стала развиваться. Туда пришли новые модельеры в 70-х годах. И дальше сейчас, конечно, компания уже ничего общего не имеет с тем, как она начинала. И мне очень нравятся их вещи. Несмотря на то, что такое у них было прошлое. Но сейчас это совершенно другой бренд. И мне очень нравится то, что они сейчас делают и какие коллекции выпускают. От компании Alba Moda мне понравилось вот это платье. Оно идет с таким интересным дизайном. Как будто листья падают вниз. И снизу уже такая кучка листьев. Их все больше и больше. Я тоже его взяла и буду ушивать. Потому что принт мне очень понравился. У него есть разрез сбоку. Просто шикарное платье. Мне кажется, летом оно будет выглядеть классно. Такой сарафан. Но с интересным довольно принтом. Я никогда такой принт не видела. Поэтому, мне кажется, оно будет выделяться на фоне остальных вещей в городе у людей. От компании Only еще попалось вот такое вельветовое платье зеленое. Платье-рубашка. Но оно тоже оказалось мне, к сожалению, большое. Мне нравятся такие вещи свободные. Но она была слишком свободна. Поэтому оставила ее. От компании H&M мне попалась такая куртка. Она была больше как куртка-плащ на весну. И из такого материала, который не промокает. Больше как плащевка такая. Но она была детская. И немножко мне в плечах все-таки была маловато. И в рукавах. Поэтому я долго думала. Долго мерила ее. Но все-таки тоже оставила в магазине. Потому что было как-то немного некомфортно. Особенно, когда ее застегивала. Но сама вещь была в хорошем состоянии. На самом деле в этом секонд-хенде было очень много вещей в хорошем состоянии. Без пятен. Без каких-то дефектов. Это меня порадовало. Как вам эта курточка? Как вам вещи, которые я нашла? Пишите, какие у вас были интересные находки на этой неделе. Или вообще ваши любимые находки секонд-хендов. Мне вообще всегда интересно с вами общаться в комментариях. От бренда Кос нашла вот такой удлиненный пиджак или удлиненный жакет. Или скорее даже тренч. Даже не знаю, как его назвать. В таком темно-синем цвете. Он был из хлопка. Хорошего качества. Еще от этого бренда нашла черную сумку Шоппер. Она была сделана из интересного материала. Из такой прям резины-резины, из которой делают автомобильные шины. Очень неприятная была. Мне не понравился сам материал, из которого она была сделана. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайк, если вам оно понравилось. Всем хороших находок. И до скорых встреч в новом видео.